Вельск принял участие в межрегиональном турнире «Герои Отечества». Открыл соревнование «Телемост» с городами-участниками. Состязание посвятили военнослужащим-участникам. Специальная военная операция, рассказывает Мария Воробьева. Торжественное построение в формате телемоста. На связи 15 городов России. Вельск стал одной из площадок межрегионального турнира по единоборствам «Герои Отечества». Участвует около 400 спортсменов в разных возрастных категориях. Ростовский, Волгоградский, Воронежский и Астраханская областей, Приморского края, Республики Крым. Соревнования организовали активисты спортивно-патриотического клуба «Ярополк» в честь военнослужащих, участников специальной военной операции. Выступают атлеты в олимпийских дисциплинах, тэквондо, греко-римской, вольной борьбе, самбо. Вельске – турнир по боксу. Архангельской области на церемонии открытия представлял депутат регионального парламента Александр Дятлов. Мы все чтим память наших героев. Мы полностью поддерживаем нашего национального лидера Владимира Владимира Владимировича Путина, наших участников специальной военной операции. Мы гордимся этими ребятами. На ринге в Вельске встретились боксеры из Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Коми. Спортсмены смогли не только оценить подготовку соперников, но и услышать истории подвигов Героев Отечества. Старший лейтенант ВДВ Виктор Булатов вывел свой взвод из-под артиллерийского обстрела. Посмертно награжден Орденом Мужества. Дмитрий Щегуров выполнял боевые задачи на Северном Кавказе. В неравном бою был тяжело ранен и скончался в госпитале. Для нас это очень важно, что мы не только чтим память погибших наших воинов. Сегодня есть возможность услышать о героях Российской Федерации, которые принимали участие в специальной военной операции и в других регионах. Это очень важно для нашего подрастающего поколения. Для гостей турнира в Вельске также работали интерактивные площадки и выставка экспонатов поискового отряда «Вель». Мария Воробьёва, Екатерина Макарова, Андрей Миронов. Вести Поморья. Вельск.